Заплати налоги и спи спокойно. Об этом не перестают твердить налоговые службы. Но желающих незаконно сэкономить меньше не становится. Для выявления нарушителей предприятий потребительского рынка сформирована мобильная группа из представителей администрации Ленинского района, налоговой инспекции, центра занятости. Накануне проверка прошла и в торговом комплексе ярмарка. Далеко не все предприниматели и продавцы рады визиту таких гостей. Кто-то сразу уходит с торговой точки, кто-то возмущается и негодует, кто-то обещает исправить нарушение. Но, как правило, тот, у кого все в порядке, не без доли волнения, показывает документы. Почему у вас тоже нет? А я в конце подписался, я даже и не знал, что... Смотрите, здесь тоже не подписаны. Я в конце подписался. Вы здесь? Ну, у нас есть листа, конечно. Ну, давайте сейчас подпишусь. Я сейчас работаю сам на себя, и сейчас найти продавца очень тяжело, и никто не хочет работать. Никто не хочет работать на других. И вот насчет пенсии, ну, как сказать, оплаты за работника, не знаю, наверное, вряд ли кто хочет, потому что, посмотрите, рынок пустой, все бегут, потому что здесь уже, ну, как сказать, денег здесь нету. Культура торговли на ярмарке еще далека от совершенства. В ходе проверки было выявлено около десяти нарушений. По большей части они связаны с уклонением от уплаты налогов за наемных работников. На момент проверки на месте не было у них ни трудовых договоров, ни договоров, значит, об аренде. У многих отсутствовали свидетельства предпринимателей. А у нас налог берется, значит, в сумме 30,2, который должен идти на отчисление в соцстрах, в медстрах и в пенсионный фонд. Эти накопления идут на счета их же работников. Они потеряют в чем? В том, что все равно представители налоговой инспекции выявят таких сотрудников, и обязательно все будут оштрафованы. Владельцев ИП, у которых выявлено нарушение, приглашают в налоговую службу. А с продавцов берутся объяснения. Многие индивидуальные предприниматели негодуют от падения прибыли и регулярного повышения налогов. Но это не освобождает от ответственности. К тому же с июля этого года изменилось законодательство по применению контрольно-кассовой техники. Теперь обзавестись расчетным аппаратом необходимо и предпринимателям, которые торгуют под открытым небом. Хотя специалисты утверждают, что он будет работать при любых условиях, сомнений на этот счет владельцев железных контейнеров не покидают. Работать в этих железных условиях, когда у нас тут заливает дождь, когда у нас зимой здесь все в снегу становится, все снегом занесено, мы не успеваем все это вытряхивать. Не будут у нас тут работать эти кассовые аппараты. У нас здесь электричества нет. Если их держать мобильные такие на батареечках, на аккумуляторах, на морозе, даже сотовые телефоны моментально, хотя при теле держим, садятся. До 1 июля 2019 года все предприниматели должны иметь кассовую технику. Причем при своевременном оформлении большую часть средств удастся вернуть. Нарушителям же придется заплатить кругленькую сумму. Когда у предпринимателя есть наемные работники, но контрольно-кассовая техника до сих пор за ними не зарегистрирована. Это нарушение законодательства. Предпринимателям грозит административный штраф от 10 тысяч рублей. Татьяна Филатова, Борис Андреев, Республика.